Да, добрый день. Российское телевидение, телеканал «Звезда», Каковешников Константин. Вопрос к Сергею Викторовичу. Сергей Викторович, скажите, пожалуйста, как вы прокомментируете заявление главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы о том, что он приветствует переговоры, состоявшиеся накануне в Анкаре, но при этом в вопросе вывоза зерна предпочитает до сих пор полагаться исключительно на действия ООН и также настаивает на дальнейших поставках оружия. На ваш взгляд, к чему приведет возможная поставка на Украину американских противокорабельных ракет? И вопрос к господину Мерзояну Рарат Самвеловичу. Вот уже несколько недель в Ереване продолжаются массовые акции протеста с требованием отставки премьеры республики. Значит ли это, что перед нами новый политический кризис? И если да, то каким образом вам видится выход из него? Спасибо. Что касается позиций и действий Украины, в том числе в связи с вопросом о разблокировании украинских портов, для того, чтобы находящиеся там иностранные суда могли выйти в порты назначения, и для того, чтобы зерно, которое там еще остается, можно было бы вывести дополнительными судами, вопрос предельно простой. Я уже говорил об этом вчера на пресс-конференции в Анкаре. Российские военные уже больше месяца ежедневно объявляют коридоры безопасности, которыми могут воспользоваться беспрепятственно, без каких-либо угроз для себя любые суда с грузами, которые ждут отправки из черноморских портов, при условии, конечно, что украинцы разминируют полосу прибрежную, которая, в общем-то, находится под их контролем. И то, что наши турецкие коллеги пытаются убедить Киев в необходимости перестать затягивать этот процесс, я считаю весьма и весьма позитивным. Надеюсь, что украинцы осознают безальтернативность решения этого вопроса именно на этой основе, которая понятна, разумна и объективна, и перестанут опять искать выход в требованиях к Западу вооружить их до зубов, включая поставку тех самых противокорабельных систем, которыми, как заявляют украинские официальные лица, они хотят действовать против кораблей российского Черноморского флота. Надо, в общем-то, давно уже отказаться от такой риторики и заниматься не нагнетанием страстей в медийном пространстве в надежде сохранить свои рейтинги, а заниматься конкретными делами. Но, еще раз подчеркну, наши западные партнеры должны для этого осознать, что потакание милитаристским настроением Киева ни к чему хорошему не приведет. И, в общем-то, украинские флота, Продолжение следует... 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 Продолжение следует...